Первый вопрос, который я хочу господину Фейгину задать, про ракеты. Про ракеты, которыми бомбили, обстреливали объекты гражданской инфраструктуры. И вопрос у меня вот какой. Скажите, Марк, они что, плохо историю учили? Вот был Блиц знаменитый, когда 60 с лишним тысяч тонн взрывчатки сбросили на Лондон и другие английские города, на протяжении многих месяцев Люфтваффе пыталась сравнять с землей Великобританию, и ни хрена у них не получилось. У русских столько ракет просто нет. Простая альфметика. Сколько несет одна ракета в боеголовке взрывчатки, и сколько у них есть ракет. То есть до уровня Люфтваффе им еще много лет дотягивает. Англичан не сломили тогда? Что они думают, украинцев можно сломить? Вы знаете, я, кстати сказать, в Англии размещали на крышах зданий военнопленных немецких, британцев. Тогда и нравы, я к чему это рассказываю, нравы пожестче были. Расчет здесь на чувствительность человека в 21 веке. Он к них ему готов порог выше, понимаете? Тогда был низкий порог. Тогда и масштабы жертв были другими. Я думаю, во-первых, это делается потому, что других способов нет. Все остальные способы более-менее исчерпаны. Поскольку, если бы могли подступить к Киеву и взять его, ну, наверное, бы это сделали. Но, по ходу, военные возможности более чем скромны. Более чем скромны. И мобилизация здесь не помогла. Поэтому расчет именно на то, что это произведет некий психологический эффект. Люди без тепла, воды, электричество. Хотя бы на какой-то промежутке времени, на всю зиму. С их точки зрения будут более податливы на предмет мольбы у собственного правительства о том, чтобы оно вступило в переговоры. Я других объяснений здесь не нахожу. И это, конечно, психологический расчет. Заметьте, кстати, эта чистота, она возникла с приходом Суровикина. Это, видимо, тактика именно Суровикина. Готов ли был генштаб прежде или руководство спецоперации проводить такие же обстрелы ракетные. Не готов. Судить сложно. Ведь это уже было, имело место. Но Суровикин явно, так сказать, человек с более жестким, что ли, намерением. И как раз с ним связывают убеждение в том, что это может принести необходимый и военный, ну, и политический, как следствие, эффект. Поэтому расчет здесь именно на гражданское население, что оно взмолится. Кстати, они не сильно это все и скрывают. Вот Небензи в ООН практически открыто говорит о том, что бомбардировки – это результат поставок вооружений, во-первых, западных вооружений украинской страны. А во-вторых, то, что, ну, переводя на нормальный человечий язык, что Украина продолжает сопротивляться. Вот, ну, там он это облекал в ряд других, так сказать, объяснительных объяснений. Но суть именно такая. Вот прекратите сопротивляться, решитесь на не переговоры, а именно капитуляцию. Потому что Москва под переговорами предполагает именно капитуляцию. Потому что они же не рассуждают в дипломатическом смысле, что это взаимные компромиссы, еще что-то. Этого не будет. И, собственно говоря, поскольку на фронте добиться этого успеха Москва не может, она считает, что вот этими бомбардировками, вот этими обстрелами можно заставить население, закошмарить его, заставить, чтобы оно обратилось к собственной власти, к банковой, с тем, чтобы та пошла на попятную, пошла на вот какой-то переговор. Прежде всего, на прекращение действий ВСУ, потому что именно этого боится Москва, ничего другого. Ей нужна эта стратегическая, точнее, тактическая пауза и прекращение обстрелов, поскольку западные вооружения обеспечивают их эффективность. Так ли уж они искушены в том, чтобы сравнивать это с тактикой немецкой Германии в период Второй мировой войны, когда они бомбили? Гитлеровская Германия, вы хотели сказать? Конечно, конечно. Второй мировой войны, конечно, Гитлеровская. Не знаю, по-моему, вы знаете, там люди очень ограничены. Мы сильно преувеличиваем их возможности интеллектуальные по этой части, потому что если бы у них таковые были, то они бы не решились вообще на войну с Украиной, тем более такими скромными возможностями, которые, как выяснилось, у них были, заблуждались ли они или знали, но пошли на эту авантюру. Так что, честно говоря, не к тем мы апеллируем, к историческому опыту людям. Слушайте, Путин же питерский. Он, по крайней мере, должен вспоминать историю своего родного города, если он, конечно, его родной. Мы же знаем, что есть другие версии происхождения Владимира Владимировича. Нет, ну смотрите, что касается Путина, мы сильно преувеличим его даже питерское происхождение, которое, казалось бы, в других случаях должно свидетельствовать о каком-то особом духовном начале или, там, не знаю, воспитании или еще чем-то таком. Он же ведь из другой среды. И даже если бы он был рафинированный, как какой-нибудь Нарышкин, он там происхождением-то из дворян. Но, понимаете, КГБ достругивает. Оно превращает людей в таких, в общем, достаточно неотесанных персонажей. Поэтому я, честно говоря... Да, я не знал об этом. Да, сигаретная фабрика была, он был директором.